Всем привет! С вами Бартоломео, со мной вместе Лилуш. И сегодня мы будем... Дюбать! Это вопрос или утверждение всё-таки? Это констатация. Хорошо. Мы сегодня на сервере Магик, на нашем, который будет скоро уже открыт. Наверное, когда вы смотрите, он уже будет открыт, или он будет открыт завтра, или... Ну, короче, в какое-то время он точно будет открыт. Сейчас ведутся работы по украшению спауна тут разными... Что это такое? Это камушки. А, это Арсмагика. Слушайте, да, у нас будет Арсмагика, Дивайн РПГ, Таункрафт и прочее-прочее-прочее. Но самое интересное другое. Перед дюбом так немножко порассказываю, короче, вам. У нас будут квестики, да-да. У нас будут квестики, и чтобы войти в портал, вам нужно будет пройти квест. То есть нельзя будет просто взять, скрафтить портал или забежать кому-нибудь на участок. А нужно будет всё-таки немножко потрудиться. Надо будет либо выполнять здание на собирании, либо на убийство. Да, что-то такое. Но сегодня я буду учить Лилуш дюпать. Она не умеет дюпать, но вот сейчас научится. Дюп на самом деле, я даже не знаю, старый, новый. Короче, я буду выкладывать всё, что я буду находить в интернете. Будете прислать мне вы, или же там форумы. Ну, короче, есть где находить дюпы, и даже мы сами иногда находим. Короче, смотрите. Лилуш, тебе сегодня для дюпа потребуется мод Таумик Тинкер. Это дополнение к Таумкрафту. И Арсмагика 2. Как неудивительно, да, вот на новом сервере и сразу какой-то дюп. Ну ладно. Так, смотри, я тебе сейчас всё скину. Нам нужна будет палочка на балдажник перемещения. Ага, я его не могу скинуть, представляешь? У меня есть. На, я тебе готовлю палочку. Какая забота. Да-да-да. Короче, смотри. И тебе нужен будет стол Арсмагики, в котором можно будет там какие-то книжки делать, что-то заклинание собирать. Короче, я в этом не сильно шарю, но скоро, я думаю, научимся. Теперь смотри, что мы делаем. Давай, вот я выйду из ГМ, а ты будешь сейчас делать. Нажми Shift и на любую из частей стола, как бы. А, утащили половину. Половину утащили, да. Ставь теперь её куда-нибудь. Shift. Данный блок на текст. Shift. А, ты не можешь на кирпич ставить. Опс. Ставь вот сюда вот. Ну ладно. Вот. Теперь смотри. Целый стол. Забирай другую половину. Больше столов. И можешь попробуй соединить. А. Ну вот так нормально. Короче, теперь что я делаю. Можно просто взять его, сломать и выпадает целый стол. Вы не поверите. Целый стол. Мы будем дюпать столы. Да, мы будем дюпать столы. Не знаю, зачем идти. А. Так, пойдём на траву. Лучше выйдем. Сейчас проверим, наверное, можно ли будет делать то, что я сейчас придумал. Если эти столы можно топить. Точнее, столами топить. Можно? Они горят вообще? Нет? Так, руда. Где у нас? Давай золотая. Оп, оп. Слушай, я нашёл бесконечное топливо. Можно так делать, если у тебя есть генераторы какие-нибудь на сервере. Можно вот так вот бесконечно набрать топливо. Камбэк-то пора из рел. Что? Ну, когда-то ещё давно у нас. А, слэш-слэш ван. Да, 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 да. Классно. Так, теперь смотри. Верни мне палочку. Я буду сам это показывать. Пожалуйста. Потому что там вылет есть. Короче, помимо того, что вот этот стол двойной, вы можете сами попробовать потестировать, поискать какие ещё блоки. Вам желательно искать блоки двойные в высоту, двойные в длину. Ну, короче, какие-нибудь блоки, которые состоят из мультиблочной такой структуры. Вот, предположим, это будет вот такой вот... Лампа. Вот такой вот лампа. Вот такой вот баннер или вот такая вот оружейная стойка. Но тут всё намного хуже с кастом NPC. Наверное, это разработчик допустил ошибку. Я, в общем, сильно в этом не разбираюсь. Но я покажу, как это работает. Так. У меня эта же палка есть, в которой я могу перемещать блоки. Теперь я также с шифтом нажимаю на лампу. Она у меня взялась. Но отсюда она не забралась. И когда я её буду ставить, меня будет выкидывать. Будет выкидывать в меню. Вот, смотрите. Я вот сюда вот нажимаю. Меня выкинуло. Я сейчас подожду. Подожду, подожду. Ну, как бы там обновить. Заходим. Я сейчас зайду на сервер, и эта лампа, она будет невидимой. То есть она вот таким вот блоком будет прозрачным. Но в палке у меня ещё осталось. То есть я уже сломал палку, она больше никогда не сможет поднимать другие блоки. И теперь вот если у тебя есть кирка, или что, а у меня есть кирка. Смотри, кирка сейчас тык-тык-тык сейчас. 30%, 40%, 50%, 60%. Оп. Оп, и выпадает целая лампа. Моги я спешилась. Да, выпадает целая лампа. Но я не знаю. Точно это же можно повторять с баннерами, с оружейной стойкой. Только вот я уже, увы, не смогу поднять её, потому что, видите, меня будет постоянно выкидывать. Потому что я палку уже с набалдажником с этим сломал. Хотя нет, смотри, она поставилась. Но поставилась лампа. Опять лампа. Потому что больше ламп. Нужно больше ламп. Да, сейчас я проверю тоже в печке на переплавку эти вещи. Может быть они даже и горят. Ну, я не уверена, что каменная лампа будет топить. А вот там не факт. Слушай, лампа горит. Предположим, что это горит и в верхней части. Так, да, я тоже так думаю, что это в верхней части горит. Давай попробуем оружейную стойку. Ну, уж она, скорее всего, будет. Оружейная стойка тоже горит. Отлично, мы нашли, короче, кучу горючих веществ, которые можно вот так вот... Ага, а баннер не горит. Странно, он полностью состоит из горючих... Материалов. Материалов, да, но не горит. Ну ладно. Видимо, слишком мало. В общем, вот такой вот дюб с набалдажником. Если вы придумаете какую-нибудь модификацию этого дюба, пишите в комментарии, пишите мне вконтакте. Мы опять это заснимем, поблагодарим вас. И, в общем, приходите, играйте к нам на проект, на нашу магику. Тут супер всякие моды. Скоро открытие. Я думаю, все, да? Ну да. Видео каждый день в 7 часов вечера. С 7 до 8. Так лучше. Так у меня запас времени еще полчаса и сейчас. Все, пора бежать снимать, рендерить, все дела делать. Обстраивать. Всем пока-пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok